Обычно мы тестируем машины в более-менее привычных для них условиях, но сегодня история совсем другая. Во-первых, речь идет о самой простой машине в модельном ряду, стоимость которой почти 3 миллиона рублей. Во-вторых, зима и родстер – весьма странное сочетание, хотя есть люди, которые уверяют, что мягкий верх даже в морозную погоду не проблема. Но это мы проверим. Когда легендарная в мире автоспорта марка воплощение свободы и скорости объявила о том, что в благородном немецком суперзаряженном семействе появится бюджетное пополнение, достопочтенные бюргеры сначала воротили нос. Мол, это то же самое, если бы Rolex начал выпускать пейджеры или тостеры. Но, по сути, скромный и компактный бокстер чуть ли не спас компанию от поглощения, но, по крайней мере, заметно улучшил ее финансовое положение. Первое поколение дебютировало в 1996 году. Почти сразу стало понятно – по меркам Порше это бестселлер. Машина поставила рекорд продаж, который держался до 2003 года, пока на рынке не появился Кайен. В 2004-м публике представили второе поколение бокстера, которое пользовалось не меньшим спросом. И вот, на прошлом Женевском автосалоне мир увидел очередную реинкарнацию родстера – более футуристичную, мощную и функциональную. АПЛОДИСМЕНТЫ Лишних иллюзий быть не должно. Это жесткий, низкий спортивный автомобиль. Даже залезть в него и при этом не испачкаться – задача не из легких. Сидишь буквально на земле, свободного места в салоне почти нет, да и обзорность соответствующая. С другой стороны, речь идет о компактном родстере. К габаритам привыкаешь быстро, правда, с парковкой все равно могут выйти трудности. Парктроники помогают, но не спасают. Когда едешь, кажется, что любая ямка может обернуться для подвески большими неприятностями. Чего уж говорить о бордюрах, они вообще кажутся неприступной крепостью. Впрочем, о проходимости инженеры вряд ли задумывались вообще. И, как полагается машинам такого класса, основное внимание – драйву и эмоциям. Бокстер – бюджетная модель в линейке Порше. Но назвать его простым как-то язык не поворачивается. Разработчики говорят, что именно так и должны выглядеть родстеры будущего. Каждая деталь здесь призвана дарить водителю исключительно приятное ощущение качества отделки на высочайшем уровне. Руль по-спортивному тугой, но информативный, послушный и удобный. Обшитая кожей торпеда, цветной дисплей с хорошим разрешением и навигация на русском языке, алюминиевые вставки и эргономично расположенные кнопки управления всеми системами – тоже определённый плюс. Если два первых поколения были выполнены в классическом дизайне и внешне почти не отличались, то новая модель преобразилась заметно. Светодиодная оптика, более резкие и стремительные грани силуэта, огромные колёсные арки и диски делают его очень агрессивным. Кстати, само название «Бокстер» родилось не случайно. Немцы решили соединить два слова – «боксёр» и «родстер». Первое должно ассоциироваться по замыслу со стойкой бойца, который готовится нанести удар. Причём это касается не только атлетичного дизайна модели, но и расположения оппозитного двигателя. Со вторым словом «родстер» пожалуй и так всё понятно. В итоге получается яркий двухместный автомобиль с характером бойца. Этот характер проявляется при каждом нажатии на педаль газа. Такое ощущение, будто машина пытается сорваться с цепи и выстрелить вдаль. В итоге мы решили отправиться на гоночный трек в Тушино. Это не просто специально подготовленная площадка. Это место, где проводятся серьёзные соревнования, главной целью которых является безопасность на дорогах. Там нас ждал Илья Каменский – профессиональный гонщик, который знает толк в очень быстрых автомобилях. – Привет! – Привет! – Порш Бокстер! – Серебряная стрела? – Надо протестировать. – С удовольствием. – Садись за роман. – А шапочку оставишь? – Конечно. Не май месяц. У нас же настоящий тест-драйв, я без шлема не могу. – А это кто? – Белка. – Белка? Поехали. – Бокстер – это среднемоторный автомобиль. Благодаря такой конфигурации он получил низкий центр тяжести и почти идеальную развесовку. В сочетании с жёсткой спортивной подвеской управляемость выше всяких похвал. – А? – Как? – Очень хорошо. Чувствуешь себя реально за рулём космолёта, потому что кокпит, именно кокпит, очень удобный. И все органы управления, участок переключения, не знаю, адометры, спидометры. – Да, и на самом деле такое чувство, что ты действительно управляешь не автомобилем, а реально звездолётом или самолётом. – Самолётом. – Внутри вкуснее, чем снаружи. – А как тебе лепестки? – Лепестки очень хорошие. В зависимости от того, куда ты толкаешь от себя лепесток или на себя, любой лепесток работает и на повышение, и на понижение. – Но они не мешаются? – Они помогают. – Кстати, а фишка в этой машине. – Да. – Да. – Секундомер, давление колёс, всё в реальном режиме у вас на дисплее. Это очень здорово. Датчик GeForce, датчик переключения, он тоже есть. То есть, в принципе, это, мне кажется, очень хорошие игрушки, очень хорошие вкусности для любого начинающего и продвинутого водителя. – Несмотря на то, что у нас не шипованная резина, она всё равно адекватно ведёт себя. – Да. Да. Это не может не радовать. Можно сказать, это Порше. Инженеры серьёзно поработали над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления всего 0,30. Это один из лучших показателей в классе. – А давай, может быть, как-нибудь так развернёмся. – Вот так прям? О, нормально? – Нормально уже пошло. – Давай-давай. – Живой? Дёргер, ручник? – А ручника-то нет. – Вот, вот, видишь, видишь, видишь? – А как же без ручника-то, скажи? – А, никак. Лепестки, пониженная передача, контакт смещения. – Перед разворотом. Их заносит, заносит, заносит. – У-у-у, и грызь. – Но мне, как пассажиру, тоже комфортно. – Сиденья? – Сиденья потрясающе. Сидишь как влитой. Здесь стоит силовая установка 3,4 литра, выдающая 315 сил. В тандеме с 7-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает ровно 5 секунд. – Теперь безобразничать. – Теперь дрифтить. – Ну как-то она более уверенно себя чувствует. – Правильно, потому что у нас под колесами уже не голый лед, а снег. – Почувствовал разницу? – Со снегом и льдом? – Да. – Ну, на снегу-то вальсирует. – Более красиво. – Ну как? – Теперь левый пирож. – Как? – Обутаем нешипованную резину задней приводной. Кабриолет! В зимнее время года! Учитывая небольшое пространство внутри, салон нагревается очень быстро, но сама крыша открывается и складывается за 9 секунд. Интересно, в движении он получился? Получилось! Ничего себе! И это на скорости 40 км в час. Я, наверное, немножко глупо выгляжу, правда? Давайте закроем. Расход топлива для такого спортивного автомобиля вполне терпимый. При спокойной езде примерно 16 литров на сотню. Но мы легких путенищем, и поэтому я ищу заправку. 20 минут, бензина нет. Немецкий спорткар требователен к топливу. 95-й не годится, заливать нужно только 98-й. Выхлопная система – одна из фишек Бокстера. Немцы установили дополнительную резонансную заслонку, и получился фирменный низкий и сочный звук. Послушайте сами. Кнопок открывания багажника тут две. Здесь действительно два багажника. Глубокое вместительное отделение спереди, и широкая и плоская ниша сзади. Если подводить итоги, электронику, мультимедиа и внутреннее убранство салона можно определенно занести в актив. Но в то же время подвеска жесткая, свободного места в салоне почти нет, да и стоит такая роскошь немало. Базовая версия стоит 2 миллиона 326 тысяч рублей. Заряженный Бокстер С – почти 3 миллиона. С дополнительными опциями цена будет еще выше. Мы лично убедились, что Ростер с мягким верхом может спокойно выжить в условиях московской зимы. Как правило, такие автомобили покупают в качестве второй или даже третьей машины. С открытым верхом, в хорошую солнечную погоду Бокстер подарит своему владельцу массу ярких впечатлений, которых так часто не хватает в повседневной жизни. С вами была Анастасия Трегубова и программа «Москва рулит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова